Возвращаемся к новостям из Санкт-Петербурга. Там совершено резкое подержисти ограбления банка. Вооруженные люди напали на офис 11 января, но официальная информация появилась только сегодня. Все произошло средь бела дня. Бандиты действовали, как в гангстерском боевике. Сигнализация не сработала, похищена огромная сумма денег, точный размер ущерба пока не установлен. Информацию, известную к этому часу, сообщает наш корреспондент Дмитрий Витов. Уголовный розыск Московского района Санкт-Петербурга сегодня вынужден был открыть телефонную горячую линию для клиентов Промсвестбанка, пострадавших от ограбления. Дело в том, что до сих пор не было известно не только кто грабители, но и количество пострадавших и сумма ущерба. Вначале говорили о 130 клиентах, сейчас уже о 164. Сумму называли в миллиард рублей, сейчас уже в полтора миллиарда. Ограбление было совершено в понедельник, но стало известно о нем только сейчас. Но в любом случае, можно сказать, что 11 января в Петербурге было совершено крупнейшее ограбление. При этом без единого выстрела и без ранений. Как объясняют сотрудники банка, рано утром, сразу после открытия, в офис зашел 37-летний мужчина. Некий петербуржец по фамилии Зубков. Его знали как клиента, он даже предъявил на входе паспорт. По просьбе мужчину проводили в сейфинг. Это комната с ячейками для хранения драгоценностей и денег. Через 15 минут он вызвал девушку-сотрудницу и связал ее. Одновременно с этим в дверь черного хода постучались его подельники. В этой части здания идет ремонт, и охранник принял их за рабочих. Охранника связали, и в течение всего 5, может быть, 7 минут с помощью инструментов злоумышленники взломали более 100 ячеек, валюту, рублей, а также, возможно, и драгоценности. Они сложили в 5 или 6 баулов и вынесли во двор, где их ждали два внедорожника. Вот, собственно, и все. Лица грабителей попали в камеры видеонаблюдения, но по некоторой информации, предварительно злоумышленники забрызгали их краской. Группа неизвестных ворвалась в помещение учреждения и похитила содержимое депозитарных ячеек. Сумма материального ущерба устанавливается. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Для его раскрытия создана следственная оперативная группа из числа следователей ГУ МВД России и оперативников управления уголовного розыска Петербурга. Между прочим, преступники вынесли деньги так тихо, что остальные сотрудники ничего не заметили и продолжали работать в прежнем режиме. Любопытно, что об ограблении пострадавшие клиенты узнали из СМИ. Есть информация, что один из клиентов уже написал заявление, что у него пропало полмиллиона долларов. Именно из-за того, что существует тайна вкладов, кроме того, сами клиенты не особо заинтересованы в разглашении пропавшей суммы, столь неточная информация о пропавших деньгах поэтому и фигурирует. Дмитрий Витов, Сергей Шилов, Первый канал, Санкт-Петербург.